Здравствуйте, меня зовут Анастаслав, я живу Лайк, живу Анастаслав. Я сегодня хочу рассказать о юг-фикциях. Это для понимания, где мы находимся, по каким правилам мы играем. Мы находимся в этом мире, или мы находимся на какой-то территории, или мы кому-то не дружим. Вот те вопросы, о которых я хочу сегодня рассказать. Что такое юрисдикция, что такое сомеренитет, какие у нас появляются новые децентрализованные инструменты, в индустрии смыслах. Юрисдикция международного права, полномочия государства давать правовую оценку факторам, или правовую оценку. В результате государство – это что? Это организация, в общем, это территория. Значит, в государственный суверенитет существует, существует национальный суверенитет и народный суверенитет. Это из-за четырех лет. Можно найти, почитать. И в индустрии, в общем, юрисдикции, народные или, в общем, национальные юрисдикции, предполагают некоторый свой собственный суверенитет. То есть, признать решения. И, в частности, существует новое управление как виртуальное и виртуальная страна в весь территории, в частности, дикмейшн. Вот здесь, конечно, не видно. Это декларация дикмейшн о том, кто мы есть. Мы, как в плане, люди свободны. Свободны от каких-то внешних на нас давлений. Существуют инструменты. Фактически, дикмейшн – это государственные услуги. В частности, это законы, это судебная система, безопасность, ну и инструменты. Собственно, я думаю, ничего особо нового здесь я не расскажу. Многие уже знают об обучении про Bitcoin. Это как первая возможность децентрализованно управлять своими активами. Дальше существуют дополнительные. Вот здесь я перечислил то, чем мы занимаемся. И внизу ссылка в LibraLife проекта. Дальше, собственно, хотел бы поговорить про смыслы. Значит, на форуме было голосование, что что же такое, для чего собирается национальная инициатива. И это одна из глобальных смыслов. Вот. Один из смыслов, который, на мой взгляд, остается актуальным – это для чего мы живем. Да? Да? Петенды, вообще актромы. И, значит, понятие про СССР. Сейчас есть проект СССР-2. Значит, здесь вот этот текст, если кому интересно, я могу выставить презентацию. В общем, это, опять же, взято все из Википедии, в котором говорится о том, что юридикция СССР до сих пор еще существует и никто не понимает. Соответственно, юридикция Российской Федерации, она сильно под вопросом. Ну, собственно, вот здесь вот мои контакты и расслабления в Яндексе, в любой социальной сети можно набрать на меня найти. Коллеги, у нас есть пять минут на вопросы. Вопросы из зала. Что привлекает вас в этой теме? Свобода. Значит, дело в том, что свобода, которая человеческая, она, по сути, что? Ну, сходил в магазин, купил еды. Свобода для бизнеса. Юрисдикции, как территория инструментов для ликвения бизнеса. Потому что налоговые всевозможные зажимания, всевозможные контролирующие органы, банковские поборы, ну, нередкий случай, когда банки просто лопаются. Нужны надежные инструменты, и они сейчас уже есть в доступности. Другое дело, что существующие системы банковские, классные, они, естественно, не готовы отдавать просто так. И здесь два варианта. Либо мы как-либо договариваемся и переходим на новые инструменты вместе, либо мы создаём свою собственную юрисдикцию и выбираем свою программу. Смотрите, значит, есть понятие юрисдикции, есть понятие территории, есть понятие государства, государство — это территория, страна. А юрисдикция как нация, она не требует территории. То есть это люди, в первую очередь. И люди, они могут организовывать, собираться вместе, придумывать себе правила, играть по этим правилам, независимо от того, на какой территории он находится. Поэтому я зачастую говорю, есть юрисдикция интернета, и мы криптовалютами занимаемся исключительно интернетом, мы не нарушаем законодательство Российской Федерации ни разу. На территории Российской Федерации не было произведено ни одного коина. Никогда. Понимаете, да? Какое право? Право, принцип права — это суверенное право человека в принципе. То есть мы основываемся на ООН, это, во-первых, права человека, это картии, это, значит, всевозможное восстановление, это международное право. Значит, та иная территория, она на нас не действует, потому что мы находимся в интернете. Понятно, что вот я сейчас хожу здесь, я рассказываю, но я деятельность сейчас, какую-то экономическую, не веду. Я выражаю свою жизнь. А это у нас по закону можно. То есть не может быть такого, что за этой системой стоит какой-то мавроги, который... Инструменты. Инструменты бывают разные. Существуют инструменты, которые пирамиды. Понятно, что там можно войти и вас там кинут. А есть инструменты, которые, ну, допустим, децентрализованный интернет. Вы записываете файл, потом вчитываете, кто вас может кинуть. Вы сами владеете этой системой принципами. Инструменты различные, их много. Сейчас появляется постоянно больше и больше. Большей частью они еще в массы не вошли. То есть для того, чтобы все это вошло в массы, требуется там как минимум несколько лет. Тем не менее, для бизнеса это уже все можно применить. Еще вопросы? Еще есть одна минута. А можно несколько слов про киберанархистов? Как они связаны с этой темой? Их там биология, платформа или... Ну, вообще много различных групп, объединений людей, как или иначе. Есть понятие анархии. Это, ну, как бы, отсутствие закона в власти. Но при этом надо понимать, что все равно правила игры какие-то есть. Другое дело, не только центрального, как правила животных. То есть тех обеспечивается консенсусом. По этому принципу живут очень многие всевозможные коммуны, примеров масса. И, собственно, сетевые сообщества живут по тем самым принципам. Понятно, что когда вырастает, да, там, две тысячи, двадцать тысяч, то необходимо, как это дело конкурировать, записывать законы, иметь какую-то коллективную, судебную систему. Ну, например, юрисдикция ГИБАИ, юрисдикция ЛИБАБА, юрисдикция ЭПИРА. То есть есть, как бы, контролирующие органы, которые работают по сети синтетическому принципу. То есть они не могут диктовать условия напрямую, кому что делают. Но они имеют большой вес в плане летних действий. У них большой репутационный вес, ну, как у Вассермана, да, например. Его заявление отображается как истина для администрации. Спасибо. Время. Спасибо. Как здесь выключается? Коллеги.